Мы ведь русские, с нами Бог. Но не секрет, что с началом военной операции каждый неравнодушный житель нашего села стремится внести свой вклад в общее дело на пути к победе. Люди собирают гуманитарную помощь в коробке-самобранке, перечисляют денежные средства, вяжут носки, ищут белье, плетут сети и мастерят окопные свечи, пишут письма. Предприниматели и пенсионеры, учителя и ученики, домохозяйки и работники предприятий. Очень много людей откликается и помогает кто, чем может. Внимание на экран. Женщина и война. Оба эти слова женского рода. Но как они несовместимы? Матери, жены, сестры, невесты, дети. Все, кто не на передовой, это и есть тыл. Тыл должен работать на фронт, ведь победа куётся и в тылу. Сегодня страна решает серьёзные задачи. Наши парни на передовой, а женщины, недолго думая, взялись за важные дела. Бескорыстно, с полной отдачей своих сил, времени, с названием, в котором вся суть своих не бросает. Понимая, что решение многих задач требует производство жизненно важных вещей. Женщины-мастерицы из поселения Волучанского района взялись за дело. Здесь и великолепный результат. Нижнее бельё, вязаные носки, маскировочные сети, носилки, медсунки. Пятиточечники, которые не только отправляются через гуманитарный центр города Красноярска, но и напрямую конкретно нашим землякам. Кстати, оборудование и расходный материал для изготовления приобретаются на собранные средства неравнодушных людей. Нет ничего важнее, как помощь земляков. Ведь именно благодаря тому, что жители нашего района активно перечисляют денежные средства, приобретены и отданы бойцам такие серьёзные вещи, как бинокли и очки ночного видения, спальники, прицелы, тактические перчатки, турникеты, кровоостанавливающие средства, рации, лазерные дальномеры, тактические наушники. Детский вклад неоценим. Школы, детские сады и просто дети в своих семьях, понимая всю важность, быть полезным, не оставаться в стороне, помогают взрослым. Письма с пожеланиями победы и скорейшего возвращения трогают наших защитников, согревают и придают силы решать поставленные задачи. Глядя на весь масштаб уже проделанной работы и того, что ещё предстоит сделать, с уверенностью можно сказать, держава тылом крепка. Наш тыл надёжен и непоколебим. Сегодня нет места сомнению, раздору, беспочвенному подстрекательству того, что всё, что делается, делается зря. Сегодня с нами администрация района, отдел культуры, инициативные предприятия, предприниматели разных уровней. Вести 62. Сознательные, отзывчивые земляки. Будем и дальше ставить задачи и решать все вместе, потому что мы – Богучанский район. С самого начала специальной военной операции в районном центре организовано волонтёрское движение «Своих не бросаем». Я приглашаю на сцену представителя волонтёрской организации «Своих не бросаем» «Севачу на яр» Татьяну Ильичёву. От чистого сердца поздравляю всех мужчин с Днём Защитника Отечества. Желаю мужества и выдержки в любых сложных ситуациях, целеустремлённости, покорении вершин, взаимовыручки от друзей и, конечно, поддержки и душевного тепла в кругу семьи. А всем ребятам, участвующим в боевых действиях, удачи, везения и скорейшего возвращения домой в Победы. 24 сентября была организована группа помощи, которая переросла в большую организацию «Своих не бросаем», которая объединила весь Багучанский район. И в нашем селе тоже нашлись люди, которые с первых дней подключились к работе волонтёров. Это Зинаида Иванова, Зоя Новгорина Геннадьевна, Юманова Мария, Исаакова Марина, Корникова Валентина и наша сельская библиотека. Огромное спасибо им за их нервнодушие, отзывчивость и стремление помогать. Благодаря всем жителям нашего села было отправлено более 150 коробок с гуманитарной помощью. Все активно принимают участие. Детский сад рисует, школа пишет письма на фронт, чем поднимает боевой дух и настроение нашим защитникам. Хочется также отдельно отметить учителей и детей нашей школы. Они не только пишут письма и собирают гуманитарную помощь, но на данный момент подготовлено оборудование для плетения маскировочных сетей, расстроено и отшито 140 трусов. Также колоссальную волонтёрскую деятельность ведёт руководитель отряда Беркут, Владислав Валера Витальевна. Под своим кругом она объединила все поколения, которые каждый день собираются вместе, чтобы просто помогать. Уже более трёх месяцев женщины и дети работают, не покладая рук. Собирают и шлют тактические носилки, пятиточечники, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. За время деятельности нашей организации была проделана огромная работа. Хочется поблагодарить каждого жителя нашего села. Ну и в отдельности отметить особо отличившееся. Благодарственное письмо вручается Тарасову Петру Васильевичу. Спасибо вам большое. Спасибо большое, что отметили наш труд. Отмечательство не просто сильно работает. Спасибо. Лапа Юрий Николаевич. Ивкин Евгений Александрович. Митяев Анатолий Константинович. Если есть родственники, тоже можем не подняться и забрать письма. Родионова Лида Борисовна. АПЛОДИСМЕНТЫ Директору ООО «Кольмира» Никитоскому Владимиру Ивановичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Коллективы учащихся в Шуноярской средней школе. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам огромное. Ну и напоследок нам ставили две грамоты, которые обучаются одному человеку, но с многогранными гранями. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сегодня, 23 февраля, особенно важный день. Дорогие мужчины, поздравляем вас с Днём Защитников Отечества. Вы у нас самые сильные, справедливые, необыкновенные, добрые и смелые. Мы очень гордимся вами. От всей души желаем вам здоровья, долгих и счастливых лет. Всем ребятам, участвующим в боевых действиях, желаем скорейшего возвращения в родной дом с Победой. Для нас вы все герои. Нашим будущим же защитникам желаем различных успехов в учебе и сворте и стать достойной сменой. Дорогие насыщане, многие из вас сегодня следят за событиями в зоне специальной военной операции на Украине. Наши земляки находятся на передовой, выполняя свой долг, делая все, чтобы приблизить победу, чтобы нацизм окончательно сгибнул с нашей планеты. Мы должны быть сейчас единым целым. Ребята там, на передовой, мы здесь, в тылу. Как сказал Владимир Владимирович Путин, Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один сплоченный народ. Мы уверены в своих силах, правда за нами. Давайте же сделаем так.